Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 На него были запрошены як ветераны кооперации, так и дзеючая работники, лепшая у своих районах История и досягнение Гомельского облспожил Союза у материале Димитра Якотова Восемьдесят гадов гисторую пишем разом. Гэты лозунг добра длюстровывая концепцию свята. С подшатку гисторичный экскурс. На специализованной выставе можно доведаться, як працавали кооператоры некальки десяти годел тому. Светлана Шинкарова у системе Гомельского облспожил Союза працавала больше як трыцать гадов. А мальполову з їх узначаливала управление гандлю организацией. Зараз узгадывая, праца была не самых легких. Однако на иншую сферу дейнасти я б николе не променяла. Тогда было очень тяжело. Тяжело то, что мы переходили на самообслуживание. Раньше торговля была через прилавок. Потом пошли бы на самообслуживание. А это все реорганизация, это все реконструкция, торговые сети во всех районах. И вот сплошные командировки, новое торговое оборудование устанавливаем. А вообще работать было и тяжело, и легко. Ну, интересно. Починается свята с гимна спожилецкой кооперации. Его выконвая коллектив мастацкой самодеянности Добружского райспожил Союза. Гомельский Аблспожил Союз был организованный в 1938 году. В раз в нескольких годах в Украине выпало найтяжкое выпрабывание. Почалась великая чинная война. Многие супрационники пошли на фронт, да и у целым экономичная ситуация была вельми складанной. После завершения боевых деяний, уразом с обновлением народной господарки, распошелось и поступовое развитие облспожил Союза. Шарговый складанный период истории связан с шарнобыльской трагедией. Аля коллектив зауседы знаходил в исти. Во все времена я хочу сказать, что коллектив нашего облспожил Союза отличал от того, что это очень работоспособные люди, очень высокоответственные люди, очень сплоченный коллектив у Гомельского облспожил Союза. Я хочу сказать, что нет таких задач, нет таких вопросов, которые бы были не по плечу для решения нашему коллективу. В Гомельске облспожил Союз сегодня гэта 17 районных споживецких товарыствов и 10 унитарных предприемствов. По выника господарше финансовой деяности, великий коллектив зауседы займая призовые места Украине. Облспожил Союз займая значное место у экономицы нашего региона и до того же выконывая важную социальную функцию – организацию гандлю у сельской мясовости. Мы все-таки обслуживаем более 70% сельского населения нашей области. Это менее платежеспособный класс населения области. Поэтому нам сложнее сегодня, чем кому бы то ни было. Но тем не менее, даже в этих сложных условиях, работая, отдельные коллективы, ну большинство даже коллективов, покажут стабильную нормальную работу, пусть она не такая высокорентабельная, не очень прибыльная, как хотелось бы и доходная. Но тем не менее, это позволяет коллективам держаться на плаву и выполнять те социальные функции, которые возложены на нашу организацию. Уделу в святочном мероприемстве приняли керовники, работники и ветераны Галины. Сгодно с доброй традицией захвачены лепшие супрацовники и коллективы. За продуктивную шматгадовую працу и особистый уклад. У развития споживецкой кооперации региона переможцы у разных номинациях узнагороджены гоноровыми грамотами Гомельского Абл-Выконкама и Областного Совета Депутатов, правления Белкапсоюза и Аблспожилсоюза, а так само Галинового профсоюза. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Да и инших тем, водитель мопеда потерпел у ДТЗ в Рогачеве. 53-годовый мужчина не справился с кированием «Альфа-Ягуара» и здесь снил боковое сутыкнение с автомобилем «ВАЗ», який рухался узподорожным на керунку. С травмами водитель мопеда доставлен в больницу. Сегодня на территории Гомельской области стартует комплекс профилактических мероприемствов «Сустречная полоса». В его рамках основная увага будет надаваться попередживанию ДТЗ, связанных с порушением водителями правилов обгону и маневрования. Летом что год узрастая колькасть дорожно-транспортных здареньев по причине игнорования правилов обгону. Все лето за 6 месяцев отбылось 20 ДТЗ, у яких 13 человек загинули и 29 травмированы. Обгон – самый рискованный маневр при керовании автомобилем, причем он однолького небеспечный для того, кто обгоняет, кого обгоняют и для сустречных автомобилей. Перед совершением обгона необходимо контролировать обстановку как впереди, так и сзади транспортного средства своего. Не нужно начинать обгон транспортного средства, водитель которого начал совершать обгон, либо показал указателем поворота свой маневр. Также необходимо воздержаться от обгона транспортного средства, водитель которого притормозил, либо изменяет направление движения. Ну и, конечно, необходимо измерять возможности, механические возможности своего транспортного средства, поскольку скоростные характеристики транспортных средств разные. И скорость движения встречного автомобиля может быть намного больше, чем скорость вашего автомобиля. Комплекс профилактических мероприемств у сустречной полосы протягнется до 16 липеня. У православном календаре сегодня рожство Иоанна Протечи. А поштный старозаповедный пророк Израиля продказал в пришествии Иисуса Христа и хрестил его родцы Ярдан. А по народных традициях у ночи на 7 липеня святкуют купальня. У Гомеля свята завсюду означают масштабно и ведовечно проводят старожитные обрады, театрализованные концерты, майстер-классы и выставы. Сарат Удельников был и наш корреспондент Ганна Коральчук. Магичные ритуалы купальня возникли еще в старожитные часы. Слово «купала» означало «сердзите и гарача». Менавито так наши протки уявляли солнце. Накупаля люди прославляли святила, а так само стыхии огню, воды и земли. И по сенешний день традиции свята захавалися. Купаля у Гомеля ладится на некальких пляцовках, на каскаде Сальмашевских и Волотауских озер, а так само на Любинском озере. Яно проходит весело и шумно. Передать это простыми словами немогчимо. Кабачуть всю неверогодную атмосферу и энергетику, в необходность находится побач. Свято-сгуртовые людей. Гомельчане спевают, танцуют и водят карагоды. Я житель Центрального района, работаю в Центральном районе. И традиционно каждый год здесь, на каскаде озер, рада быть вместе со своими коллегами, со своими учениками, со своими друзьями. На праздники купали. Здесь все. И несмотря на то, что сейчас идут каникулы, этот праздник объединяет всех. Ну, все, наверное, немножко верят в легенды и верят в чудеса. Наши протки верили у чаровництва купальской ночи. Самая популярная забава молоди – плетение купальских венков. Злученные у круг травы мают магичную роль. По поверьях, кожному треба поспеть и поворожить, и загадать жадание. У нас очень много празднуют этот праздник. И вот на озере обычно разжигают большой-большой костер, а потом прыгают через костер девушки и парни, плетут веночки, и обязательно этот веночек в ночь на купалу пускают. И чтобы найти своего принца. Самое известное, наверное, это когда ищут папороть-кветку, и кто ее найдет, тот будет что? Как будете там и счастливы, он будет, разумеет, мол, уже вел, тушек. Выставы декоративно-прикладных вырыбал, стилизованные народные подворки и музычно-танцевальные постановки створаются в самобытную атмосферу. Это свято – одно из самых аутентичных и колоритных. До дома само купалеса ходит коронями у паганства. Однако это частка нашей истории. Именно витой беларусы сдолили заховать купальские обрады в наибольшь архаичном выгляде, так, как святковали в этот день наши далекие протки. Текавость досторожитных и неполторных верований состоится в высокой и сирот замеженных гостей нашей краины. Сдается, свято купалье может стать соправданным туристичным брендом Беларуси, поглядеть на якое будут приезжать сотни людей. Исторические корни для меня являются основными и очень важными. Я человек, любящий фотографии, всегда отправляюсь на поиски корней того места, где нахожусь. Поэтому такие праздники не должны быть сдержанными, наоборот, должны быть насыщенными, должны ознакомливать. Это касается не только Беларуси, но и других стран. Потеря истории, утрата традиции – это непозитивное явление. А вот их сохранение, я считаю, очень важно, потому что это позволяет понять, откуда мы родом. Могчим, а с допомогой такого культурного обмену мы сможем почуть слова ведомой народной беларуской песни у самых разных кутках земли. Куполинка, куполинка, дозная ночка, дозная ночка, арис, бая, точка. Ганна Коральчук, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель». Дни культуры Украины завершатся масштабным концертом у «Гомели». Популярные музыканты и творшие коллективы выступят в областном громадско-культурном центре 10-го липеня. У першу него у «Гомель» приедет народная артистка Украины Тіна Караль. У зорным составе таксама народный артист Украины Ива Бобул, заслуженная артистка Украины Лінара Асманова, популярный спявак Олег Винник, молодая выканавца Злата Огневич и квартет Гетман. Усяго в программе заденечено коля 140 артистов. Плануется, что в наступном годе беларусы отправятся Украину-суседку с визитом у отказ. Шесть годов у эфиры. 7 липеня 2012 года радиостанция «Гомель плюс» почала вяшчання на частоте 103.7 FM. Сёня «Гомель плюс» – одна з вядучих радиостанций нашого региона. Што день у эфир выходят информацийные, аналитычные и забавляльные программы. Особливая увага надается музычному напаунению. Плейлисты, включая золотые хиты беларуских, российских и замежных выканавцев, проверанные часом. Нагадаем таксама, што у авторок 10 липеня на хвалях 103.7 FM стартует новый проект «Есть праца», який будет соединять у праца в откованне. Инициатива належит гомельскому аблвыконкаму. Проект станет часткой радиопрограммы «Открытая студия», якая выходит у эфир больше, как 15 годов. У якости гостей студию наведают керовники комитета и управления по праце, занятости и социальной обороне, а таксама представники кадровых службов разных ведомств и предприемств, где есть открытые вакансии. В областном центре народной творчества открылась выстава живописи и графики гомельской мастажки Татьяны Яршгориной. Это ее третья персональная выстава у Гомеле. Творчостью Татьяны Яршгорина займается больше, как 20 лет. Постоянно экспериментуя с формой, фактурой и колером. Ее работы характеризует лиричность сюжетов и неполторное жаночее бачене новокольного света. Сюжеты аутору подказывая жить все. На проставленных полотнах в образе людей живел белорусские краевиды. Меня всегда спрашивают, это у вас портреты или что? Я всегда говорю, что это образы, это не портреты. Это какая-то такая смесь пунш образов, которые ассоциируют мои личные эмоции. Отображение чего-либо в жизни. Поэтому к работам я не делаю подписи, я их не называю, потому что у каждого человека может возникнуть своя ассоциация образа. Картины не мают назвав, зато и у каждой оригинальное поэтичное супроводжение. Гумористичные верши належат сперу самой мастачке. Протягиваем выпуск 8 липня. Православная церковь означает день памяти святых благоверных князев Петра и Феоронии Муромских, судотворцев, которые лишатся заступниками шлюбов. На первые дни святожного мероприемства с нагода Дня Семьи, Любови и Верности наши корреспонденты наведали приход храма проподобных Петра и Феоронии в Гомеле. Початок заснования приходу святых благоверных князев Петра и Феоронии Муромских в Гомеле был покладен еще в 2012 году. Будовництво благословил уладыка Аристарх. Раз-два годы тут появилась часовая дравляная церковь. Зараз по бачзьей возвышается подморок храма, а у невеликим вагончику, с якого все починалось, организовали недельную школу для детей. Основная частка приходжан – молодые люди, жихары 106-го микрорайона. И они наведывают храм, когда помахчу в будовництве. А так само поклониться иконе с шастицами святых Мошу Петра и Феоронии Муромских. Нехты мар изнастика ханья у инших проблемы с детьми. Принято считать, что эти святые являются покровителями чадородия. Что сегодня в нашем обществе тоже очень немаловажный вопрос занимает, как оказалось. Многие люди по разным причинам не могут родить. И на нашем приходит, я бы сказал, большое количество семейных пар, которые не милетели по 5, по 7 лет. Они приходят, молятся, возвращаются, говорят, что вот у нас через 7 лет родился мальчик. Будущие православные святые жили в 13-м 100-годзе у Муроме. По захаванных звездках князь Петр захворил на проказу и ни один урач не мог его вылешить. Ему пора или звернуться до селянки Феоронии, якая ведала гаючая уластивость и трав. Узамен она запотребовала от Петра, как он оженился с еею. Але князь не стремал свое слово и хвороба снова до него вернулась. Петру пришлось снова звернуться до Феоронии и взять ее у женки. Князь их неогиня прожили долгое суместное житие и ничто не смогло их разлучить. Сталы Петр и Феорония приняли по страху в разных монастырах и молили Бога, кабым помертий у один день. Так и здарылся 8 липеня 1228 года. Але на суперок жаданню мужей-женки муромцы поклали их телы у разных местах. Тады отбывся цуд. Раницы и святые опынулись разом. День памяти Петра и Феоронии припадая на Петровский пост, тому вяншанье у церквах не проводятся. Але отделы ЗАГС памятуюсь про традиции. При регистрации шлюбу молодым сегодня урушали букеты рамонков – символ свята. Однако по мерковании супрасонников ЗАГСов День семьи, каханье и верности – это худший свята заслуженных юбиляров. Пары, которые провели разом долгие годы. Что год на Гомельщине шануют сотни золотых и серебрных юбилеев. Они просто думают, что их просто поздравят обычно, пожелают всего хорошего, на этом все. А мы рассказываем даже такие моменты, которые гости не знают. Вот это интересно, конечно. И всегда они, знаете, заходят, когда в зал, то всегда почему-то молодые, когда заходят, держится невеста за руку, жениха, а когда юбиляры, наоборот, мужья уже, да, состоявшиеся на столько лет, весь вместе пожили, держатся за руку сами жены, как бы защита какая-то у них жена. Ганна Корольчук, Вольга Кыновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Кампания Гомель». Дарайше, завтра у День святкования памяти святых Петра и Феоронни Муромских у Юровичах пройдет хрестный ход на велосипедах. Колонна велоаматоров стартует от собора Казанской иконы Божьей Мати у Калинковичах. Кончатковым пунктом маршруту станет Юровицкий свято-рожтва Богородничный Мушинский монастыр. У программе хрестного ходу на велосипедах боская литургия у соборы, молебен перед судотворной иконой Божьей Мати Юровицкой Милосерной, наведывание каплицы и крыницы у районе вёски пенеца. Люди верят, что вода з'яе вылечивает от шматликих вороб, а незамужние девчаты приезжают отпить глыток, ка б знайсти мужа. У вёста и снуе поверье, что коли призначит каля крыницы спа тканне, то у худким часе пара сгуляет веселье. А сегодня у Гомелес поборничали профессионалы велоспорту. Областный центр принимает открытый чемпионат и олимпийские дни молодзи по велокроссе и маунтинбайку. Трассу проложили у микрорайоне Шведская горка. До ужиня округа 3 километры. Их колькость для кожной и взрослой категории своя. Удельничали у споборництвах юниоры, юнаки и дорослые спортсмены из разных районов в области. Все лето организаторы подрыхтовали для спортсменов немало сюрпризов. У первой шаргу это тышится маршруту. Трассу максимально ускладнили. Так что от велосипедистов потребовалась не только силовая, а и техничная подрыхтовка. Сама по себе маунтинбайк дисциплина, она подразумевает сложные технические секции. То есть есть где-то очень тяжелые, извилистые подъемы, где-то есть мостики, где-то есть преграды в виде трамплинов, переездов. Это все тоже как бы сказывается. Дисциплина сама по себе немножко сложнее, чем шоссе. Но тем не менее, я думаю, что детям тоже интересно. Трасса у нас сегодня техническая, сложная. Раньше ее не было. Дети сталкиваются с такими проблемами, как действительно сложные элементы, где надо иметь определенный навык. Не во всех отрымливалось справляться со складанными элементами трассы. Трамплинами, подъемами, спусками и мостками. Головная специализация многих спортсменов – гонки на шаши. А пересеченная мясцовость – это неровный асфальт. По выниках областных олимпийских дзен молодзю будет сформирована команда, которая отправится на республиканские споборненства. Это и иншая новина, вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tsvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok